доброе утро мои дорогие зрители вчера я занималась пересадкой цветов такие у дочки растут а еще у меня голубь видите что она там не посадила интересно есть яйца или нет угливая такая это очень хороший признак а еще смотрите в нашем парке сколько людей праздник все проводят целыми днями здесь шикарный парк как придут с утра и до вечера они здесь кушают пьют гуляют играют семечки луцкают балкончик красивый все цветет скоро будут цветочки у меня всем прекрасного дня и хорошего настроения всем привет мои дорогие друзья у меня такой блядский макияж для чего это сделала чтобы расшевелить моего мужа немножко ему надо ярких красок добавить а то он увидел живет спокойно смотрите на мой вид покажу как я выгляжу я немножко изменилась изменила изменила сейчас куда бы мне это поставить чтобы не увидели так ну вот смотрите такая юбочка у меня новенькая такие колготки яркие решила сделать макияж такой вот так вот мои дорогие идем удивлять вместе с вами знаете вы видите только одни мои морщины а другие не видят и я их не вижу сейчас пойдем мужа удивлять боже какой момент я пропустил я не сняла я когда зашла села вот сюда на кресло он наш одурел но я оказывается не нажала на телефон ашкин чек мидим чек мидим он был приятно удивлен не сказал мне почему я так накрасилась почему мой муж никогда не вмешивается наши отношения в мой внешний но естественно чтобы не было короткой юбки декольте и все а так все что хочу то и делаю как хочу крашусь как хочу одеваюсь значит я умная девочка глупостей не натворю так вот мои дорогие вчера мавиш оседлала эту красавицу желтую но ему надо пройти курсы семьи почему потому что он ходил по ней она сидела она так а он по спинке туда-сюда и все вот этот болван наш несостоявшийся самец сегодня снова почистила свои ногти подстригла сейчас мне такое желание обрезать все под самый этот еще бесцветным лаком потом накрашу давай залезай залезай а может мавиш тебе что-то сделал там когда мы спим боже какая красиво у меня еда получилась смотрите это курица огромная двухкилограммовая курица такой красивая у меня с овощами я много раз делала раньше но это еще не все там на столе еще есть а также вот такой рассыпчатый плов грибочки морковочка ух какой у нас будет сегодня вкусный ифтар друзья мои какая у меня еда получилась вкусная смотрите плов несу там еще закусочки гость там не буду сейчас уже вы смотрите сколько курицы вот это вот мою попу люблю попу ой бардак такой на кухне пловни ем вот такие грибы сделала тут у меня еще вот но вот есть никак не дойдем ну вот гость смотрите как у бардак весь вечер вожусь приятного аппетита всем привет друзья мои с вами я светлана наверно мне надо видео снимать со расстояние больше метра как делают это многие блогеры на ю тубе а я такая открытая я такая откровенная перед вами без всяких фильтров прямо естественно и поэтому вы видите вам не столько морщин столько изъянов но я горжусь своими морщинками и могу показать как хотите с какой хотите стороны потому что это гордость и я горжусь тем что я не собираюсь ничего не делать вот то чтобы что бы вы мне не говорили и не пожелали я буду также продолжать заниматься тем к чему я стремлюсь заниматься своим здоровьем кстати вот такой я лак купила бесцветный видите сейчас я хочу его попозже накрасить так вот сижу я в красненьких колготках отправила мужа туда сейчас я вам расскажу у нас такие новости обалденные так вот мои дорогие зрители давайте я стану мне такой бардак на столе потому что работаю видите как я выгляжу наверное так лучше смотреть на меня друзья мои сегодня я ждала гостей к нам но к сожалению они не пришли все так изменилось дети моего мужа значит приехали в мерсин два дня не звонили на третий день позвонили байрама или на 4 и сказали что мы они хотят увидеть отца но естественно мы ждали сегодня я если честно приготовила тесто думаю сейчас отварю картофель ну естественно я нервничаю потому что первый раз придут домой ко мне я естественно нервничаю это естественно да ну я же не железная чтобы не нервничать думаю придут ко мне домой и я должна встретить так как меня научила мама гостей любых надо принимать даже врагов если они идут к тебе в дом конечно нужно соблюдать правила безопасности вот мои дорогие и и тут вдруг мой муж проснулся тоже я сделаю его часовой сегодня так кайфово все сделала попила я чайок сегодня три часа у меня сейчас скоро надо кушать уже уже кстати три часа ему я буду кушать то мы запишу вам видео и пойду таком не сегодня настроение красное я ждала гостей я так хотела встретить своих гостей детей с моего мужа но к сожалению тут сестра его а наша не хочу называть именами никого почему потому что потом если друга не увидят и им неправильно сделают перевод или услышат имя будет неприятности а я только наладил отношения со всеми они не хотят категорично сниматься это они разрешают не против что я снимаю иногда какой-то издалека там все хотя бы в этом ничего не говорят моему мужу и вы поймите да вы хотите увидеть но пока не время будет время может деревню поеду может как-нибудь но чтобы не было старшей сестры потому что в основном все проблемы были от нее и от ее дочери я не хочу обратно возвращаться и наступать на пройденные грабли как говорят так так вот мои дорогие зрители любимые что я делаю да я-то приготовилась и мужа бужу а он уже проснулся сам так как позвонил телефон или месяч пришел и тут его дочка говорит что вчера они должны были с сестрой мужа моего встретиться но не получилось и сегодня она где-то приезжает наш район и говорит встретимся он созвонился с ну и сестра потом позвонила в итоге слава богу что они не приходят домой но во первых я бы здесь была лишняя потому что сколько лет прошло и лет ну я не знаю очень много лет прошло больше 12 они и в разводе прошло наверное лет десять как он не видел сына да может быть даже да он видел его маленьким и только на фотографиях видел то есть они не общались и естественно тут им нужно поговорить вдвоем а то скажем тут это моя жена естественно травмировать ребенка сначала они должны найти общий язык друг с другом правильно вы согласитесь со мной вы согласны со мной а потом уже знакомить меня если они будут доброжелудно настроены но из исходя из того разговора который был между дочерью и отцом мне кажется что дочь не считает что отец женатый серьезно у нас какие-то отношения она думает наверное то что я отец играется скорее всего и потому что он она начала говорить про маму он сказал про маму не надо ничего говорить что ее жалко как она там живет как она там нас смотрит и он горит не это не интересно двенадцать лет прошло пускай что хочет делать действительно мы же разводимся мы же не должны не изнести ответственность и нести кого-то смотреть пускай она замуж уходит пускай она ищет себе мужчину пускай и ищет работу и чтобы она могла себя обеспечивать а не смыж дать тупо бывшего мужа вот но это ладно все в прошедшем времени так вот в итоге мой муж сейчас пошел мой муж пошел мои дорогие зрители они будут встречаться в центре большом марке торговом центре самом известном у нас мерсине ну а я ему пожелала удачи сказала не переживай же у тебя есть кому возвращаться я у тебя здесь есть уж успехов желаю тебе желаю всего самого хорошего и тут анемчик позвонила и игорь это как-то ну пускай все это не идет в общем все подтвердили то что мне нужно было остаться но и ему я почему-то нервничаешь ты же идешь не к родителям ты идешь к своим детям дети из нас выше чего ты боишься-то все будет хорошо не переживай солнышко все в общем я вот так вот ему пожелал удачи и на этом он ушел будем ждать результата а я пошла кушать